Росия пришла не в частях. Кого? Наших вас. Убиты. Смите. Ухите. Ухите. Я сейчас не люблю. Я сейчас люблю. Я сяду. Я сяду. Ты больна людина. Ты больна людина. Ты понял? Пазарвард встану на Россию. Пазарвард встану на Россию. Давайте ее высадить. Давайте ее высадить. Давай. 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 Убийцы. Убийцы. Сейчас пересели я. А ты какого хера не на войне? Где уже от здоровья хватит это? У тебя не хватит. Пиздец языку под нами. Я тебя не трогала. Я вообще не делала. Тебя бездолго. Все не трогала. Давай. 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 Стоит. Вы что? Успокойтесь. Вы что? Успокойтесь. Люди сидят. Вы что из нормализации? Я тебя не могу. Спокойтесь. Успокойтесь. Я вас и могу сломать. Дайте выйти. Вы что? Сепаратистка? Умобойте спасибо. Успокойтесь. Успокойтесь. Меня в этом ролике из метро больше всего поразил тот факт, что на Украине по-прежнему есть люди, которые не боятся публично артикулировать свою позицию по отношению к России, по отношению к Нижней Украине. Почему это удивительно? Потому что СБУ очень жестко зачищает всех тех, кого они называют сепаратистами. Я один раз все имел дело с СБУ в 2007 году, когда мы с Михаилом Леонтьевым запускали в Киеве Дершпигель «Профиль Украина», еженедельный журнал. И это только-только было начало. И они достаточно так вот себя чувствовали по-хозяйски и в городе, и в стране. А что уж за эти годы произошло, там вообще мне казалось, что они зачистили полностью поляну, что там люди запуганы, там тысячами люди пропадают, людей убивают. Я уже не говорю там про наш журналистский цех, много резонансных было дел. Вот, и в этом контексте очень интересный ролик, который сейчас вы увидите. Ролик про то, как надо сопротивляться киевскому режиму. Он сделан, ну, с моей точки зрения, непрофессионально, но очень правильно по концепту. И достаточно, как бы, ну, как мне представляется, доморощено по исполнению. Хотя, если вы помните ролик про свинку, который в свое время приписали израильскому телевидению, тоже оказался любительским, я тогда ошибся. То есть, та же самая фишка. То есть, правильная идея, а исполнение такое, ну, как, на коленках, условно говоря. Тем не менее, посмотреть стоит, особенно украинцам. Вы с надеждой ждете прихода России, но не знаете, чем могли бы помочь? Советы гражданам Украины, как помочь России и сохранить себе жизнь. Запомните, открыто выступать против бандеровского режима сейчас смертельно опасно. Наши советы помогут вам приблизить победу над нацистами, а также сохранить жизнь вам и вашим близким. Не платите кредиты, коммунальные и другие платежи, налоги, штрафы и прочие госпошлины. Россия вам спишет все долги, как это уже произошло на освобожденных территориях. Ваши неплатежи помогут ослабить банковскую систему киевской хунты и местных олигархов. Они остановят финансирование вооруженных формирований националистов. А без денег бандеровцы и иностранные наемники начнут разбегаться. Расточительно используйте электроэнергию на предприятиях, в госучреждениях. Оставляйте горячим свет и работающие электроприборы, где это возможно сделать, не привлекая к себе внимания. Даже открытый кран на кухне может нанести ущерб киевскому режиму. Энергетика не должна стоять на службе киевского режима. Любыми способами уклоняйтесь от мобилизации, которая по сути есть мобилизация. Число погибших украинских военнослужащих уже идет на сотни тысяч человек. Человеческих ресурсов бандеровцам хватит максимум еще на несколько месяцев. Если уж и загремели в ВСУ или другие формирования, то теперь ваша задача остаться в живых. Попытайтесь сбежать и укрыться в безопасном месте. Находясь в тылу или на передовой, можно приносить пользу русской армии. Скрыты порчи вооружения и военной техники. Выводе из строя полевых источников электричества. Нарушением правил эксплуатации вооружения и военной техники. Неправильным хранением продовольствия. Снижением качества горюче-смазочных материалов. Несоблюдением правил ремонта или саботажем ремонтных работ на технике. Передачей сведений о расположении важных военных целей по всем возможным каналам. Да и просто не выходом на работу или службу под благовидным предлогом. Ищите удобную возможность сдаться в плен и сохранить жизнь себе и товарищам. Ищите любые способы выехать с подконтрольных Киеву территорий. В крайнем случае уезжайте из городов в сельскую местность. Тем самым вы поможете русской армии освободить Украину и ограничите возможности бандеровцев прикрываться мирным населением. Если уж и решили оставаться, то необходимо сделать значительные запасы продуктов. Закупите консервы, крупы, муку, масло, соль, сахар. Обстановка в Европе и США критическая. И помощь Запада может прекратиться в любой момент. Рассчитывайте на свои силы и ждите прихода российской власти. Бандеровское правительство развернуло целую индустрию создания фейков о России и русской армии. Разоблачение лжи – весомый вклад в победу на информационном фронте. Если получается, скрытно снимайте видео о фактах создания таких фейков про Россию и российских воинов. Отправляйте материалы на тематические российские каналы и группы. Информация будет распространяться в сети. Фиксируйте факты военных преступлений ВСУ и нацбатальонов. В случае использования мирных жителей в качестве жилого щита, а также любую информацию о расправах над населением. И помните, Россия придет и не забудет ваш вклад в победу. Вместе мы победим!